Ну что, уже успели задушиться роликом про билдовское метро? Тогда возвращаемся к нашим баранам, а точнее VR-баранам, ведь сегодня мы вновь поговорим о Metro Awakening. Новые игры во вселенной метро от нидерландской студии Vertigo Games. И поговорить наконец-таки есть о чём. Спустя полгода после официального анонса, авторы поделились новыми скриншотами, а также некоторыми подробностями по будущей игре. В рамках данного ролика всё это дело обмусолим, проанализируем имеющуюся информацию и в целом затронем будущее серии метро. Ну а с вами, как всегда, Рек. Не забудьте превентивно прожать лайк и подписаться на канал. А я начинаю. Начать хочу с того, что шутеры в целом являются одним из моих любимых игровых жанров. Особенно мне нравятся сюжетные. Если мир сделан хорошо, такие игры погружают в свою атмосферу, как например тоже метро. Однако у них есть и обратная сторона. Зачастую такие проекты одиночные и в них нет соревновательного элемента. И вот тут спасает мультиплеер. Как раз есть бесплатный онлайн-шутер про постапокалипсис, Stay Out. В его основу лёг дух сталкерства. Исследование таинственных, забытых и заброшенных человечеством участков планеты. Благодаря элементам выживания, крафту и гибкой прокачке навыков персонажа, каждый из вас сможет нащупать свой стиль игры. Тем более, что в Stay Out доступны как совместные ПВЕ-ивенты, так и классическое ПВП Рубилова. А сейчас для него выходит масштабное обновление под названием Улей. В котором вам вместе с другими игроками предстоит отправиться в одно из самых загадочных мест зоны – подземелье Везувия. Огромный нарост, аки опухоль, выросший на месте города. В его недрах скрывается лабораторный комплекс, теперь уже часть советского прошлого и покрытого мраком настоящего. Гробница, за которой свой мир, полный ловушек, опасных существ и тайн, к разгадке которых ты можешь перейти уже сейчас по ссылке в описании. А чтобы путь к лабе дался чуточку легче, вводи мой промокод на экране. Не забудь про снарягу, объединяйся с другими игроками в сквад и отправляйся в самое сердце Везувия прямо сейчас. Итак, сперва поговорим о том, что из себя в целом представляет Metro Awakening. Это ответвление оригинальной серии в формате виртуальной реальности, призванное скрасить ожидания следующей основной игры от 4A Games. Для кора аудитории моего канала это всё понятно, однако до сих пор в комментариях я нередко встречаю граждан, которые думают, что это полноценная следующая часть и бугуртят по этому поводу. Мол, дескать, как так, этого мы ждали столько лет, только для VR, а что же нам делать? В общем-то ничего. Продолжение оригинальной истории по-прежнему находится в разработке. Это подтверждал официальный аккаунт серии Metro, ну и 4A Games пару месяцев назад продемонстрировали дорожную карту. Где Awakening уходит в сторону, как бы на другую ветку, а основная история катится дальше и докатится до следующей игры, когда-то там в 2020 каком-то году. Ну и ветки разных цветов с обозначением студии разработчиков, чтобы не запутаться. Об Awakening с начала года не было никаких вестей. Игру показали на State of Play от Sony и какого-то особого ажиотажа она не вызвала. Оно и понятно, нишевый сегмент, коим является на сегодня VR, история игры в другом временном промежутке, да и сам трейлер, по правде говоря, был крайне нерепрезентативным. Ну да, показали присущую для серии интерактивность, когда главный герой смотрит на часы или надевает противогаз. В принципе логика такого шага понятна, диагетический интерфейс это фишечка всей серии метро, нехило так добавляющая атмосферы. И VR исполнение такой интерактивности прям сюда напрашивается. Это несомненный плюс к погружению, но помимо этого трейлер ничего интересного не показал. Пару облетов знакомых тоннелей и прыгающая в конце Кикимора Pre-Order Now 2024. Более детально о самом анонсе, о том как это было и что там по трейлеру, я уже высказывался полгода назад. Охренеть время быстро летит, ссылочка на него если что по подсказке выше. С того момента никаких новостей по проекту не было. Заходил я и на англоязычные ресурсы, следил за соцсетями разработчиков, везде тишина. Следующего показа игры или хотя бы каких-то обновлений по проекту я ожидал на State of Play в мае, затем на Summer Game Fest. И в итоге с обеими выставками нас вертига прокатили. И это казалось мне странным, выход игры запланирован в этом году, а инфы по проекту никакой. Про обратную связь с комьюнити, подогрев аудитории и каким-то ивентом с ней я вообще молчу. Возможно амстердамцы считают, что одного бренднейма метро достаточно, чтобы вызвать интерес. Но на мой взгляд в контексте VR сегмента это так не работает. Но да ладно, давайте наконец-таки поговорим о том, что же нам показали на днях. А показали нам три новых скриншота и дополнили их кое-какими подробностями об игре. О них чуточку позже, а пока что давайте взглянем на кадры. Первое, что бросается в глаза это подтянутый графоний. Конечно вероятность того, что кадры были обработаны или прирендерены есть всегда. Однако если это действительно что называется ингейм футаж, то мое почтение. Игра смотрится хорошо. Красивое освещение, тени, детализированные объекты окружения. На этих кадрах авейкенинг смотрится лучше, чем в трейлере. Вертиго реально хорошо постарались. Либо над обработкой, либо над самой игрой. Надеюсь все же на второй вариант, ибо прогресс очевиден. Первые кадры демонстрируют сюжетную сцену, видимо на одной из станций. Персонажи ведут между собой диалог. На заднем фоне также кто-то между собой общается у костра. В общем жизнь кипит. Что хочу отметить, так это заполненность локаций объектами. Что мне всегда нравилось в метро и что выгодно ее отличает от того же сталкера. Детальная проработка игрового мира, когда атмосфера, серость и тленность бытия постъядерной России передается через окружение. Грязь, мусор, валяющиеся повсюду предметы быта, слепленные из говна и палок приспособления и прочее прочее. А на фоне постоянно происходит какой-то кипиш. Кто-то с кем-то конфликтует, травит байки, рассказывает анекдоты, в общем вы поняли. И исходя из этого кадра, я делаю вывод, что Вертиго этот момент уловили, и над окружением они определенно поработали. На втором скриншоте видим нашего тайком подкрадывающегося VR-война и группу бандосов у костра. Еще не такой модный, но красивый калаш и часы на руке. Некоторые фанаты серии выдвинули версию, что время на часах это возможная дата релиза, 11 ноября. По детализации здесь все также на уровне. Валяющиеся доски под ногами, покрышки и источники света, которые, как и в прошлых играх, явно можно будет тушить и проходить сегменты скрытно. Ну и последний кадр, пожалуй, самый атмосферный. Наш герой с зажигалкой и убойником в руках ползет по вентиляционной шахте, где встречает Кикимору. Видим знакомые нам грибочки и валяющуюся снарягу какого-то бедолаги. Общий вывод по всем скриншотам? Отлично. Я даже задумался, если не о покупке, то по крайней мере об аренде шлема ради этой игры. Теперь о подробностях от разработчиков. Мартин Деронде, творческий руководитель Вертига, рассказал, что сценарист игры Дмитрий Глуховский написал, цитирую, крайне личную и душевную историю для нового персонажа. Здравствуйте, товарищи. Мартин также пояснил, в этой игре наш фокус стал смещаться с прямолинейного подхода к более сюжетно ориентированному. Конечно, благодаря упору на сюжет, серия Метро всегда отличалась от других шутеров от первого лица. Но на этот раз, думаю, Дмитрий действительно хотел убедиться, что история и проработка персонажей заняла ещё более важное место. В общем-то, история Метро Эвейкенинг самостоятельна. Она не будет пересказывать события книг. События игры развернутся в 2028 году, а главным героем станет врач по имени Сердар, ищущий жену и лекарства для её спасения. Игра станет приквелом Метро 2033. Также творческий руководитель отметил, что все члены команды были обязаны ознакомиться с играми серии Метро, дабы понять её сильные стороны и придумать, как перенести их в VR. По словам Мартина, одним из таких достоинств является динамика между стелсами и экшеном. Мол, геймер никогда не знает, когда его заметят. В VR же игроки могут по-настоящему спрятаться за укрытием или заглянуть в дыру, чтобы проследить за врагами. Ну, тейк про стелса и в целом упоминание его в контексте достоинств серии, конечно, спорный. Все мы с вами помним тех болванчиков из игр 4A Games. Посмотрим, что с искусственным интеллектом будет в Эвейкенинг. Ещё Мартин добавил, что темп сражений в игре будет медленнее, чем в том же 2033, Лас Лайт и Эксодос. И это объясняется тем, что протагонист Сердар всего-навсего врач, а не опытный боец вроде Артёма. И тут одновременно как бы да и в то же время нет. Ведь Артём на момент первой части был зелёным парнишкой, бойцом Спарты и Спасителем Метро он стал только потом. Думаю, это скорее игровая условность, под закалённым в боях подразумевается сам игрок. А более медленный геймплей связан с игромеханическими особенностями VR проекта в принципе. Ещё из интересностей. Сотрудники из 4A Games поделились с коллегами из Vertigo всеми ассетами созданных ими игр по метро. Часть материалов внедрили в игру, а остальные послужили в качестве референсов. Команда хотела, чтобы некоторые локации и предметы в Эвейкенинг выглядели знакомо, что мы в принципе и заметили на скриншотах. Также разработчики посоветовали геймерам тщательно исследовать локации на предмет боеприпасов. Патронов будет постоянно не хватать. В некоторых случаях дизайнеры добавят повествование через окружение, чтобы объяснить, как амуниция оказалась в том или ином месте. По сути, авторы хотят добавить в игру побольше нарратива, чтобы игрок по максимуму вник в происходящее, что тоже плюс. Ну и теперь самое, на мой взгляд, интересное. Коллектив Vertigo Games постарался перенести присущую серии метро тактильность. Например, игроки смогут протирать противогаз. Для этого действия придумали немного иную версию, разработчики уверены, что она понравится игрокам. Опять же, возвращаемся к моим словам о диагетическом интерфейсе и о том, что именно этому элементу будет уделено особое внимание. Ну а что за иной способ протирания противогаза, тут честно сказать у меня мыслей нет. Отпиши в комментариях, если есть что-то на уме. И последнее. Интерфейс и различные взаимодействия постарались выполнить как можно более аутентично, чтобы не выбивать из погружения. К примеру, чтобы узнать количество оставшихся патронов, придется заглянуть в обойму, а не искать глазами индикатор на экране. На иммерсивность играют и особенности гарнитуры PlayStation VR 2, вроде тактильной отдачи. А вот это прям хорошо, еще одна интерактивность прямиком из экстракшн-шутеров вроде Таркова. Насколько это поспособствует погружению, покажет время. С новостями пока что все. Будем следить за дальнейшими событиями. Надо признать, стало уже поинтереснее. Радует, что Vertigo с 4A на коннекте и действительно стараются вникнуть в особенности серии, за которую ее так полюбили игроки. Хотя определенный скепсис все же остается. Ведь помимо игромеханики, есть еще вот этот вот неосязаемый флер постъядерной России. И вот тут есть вопросы, насколько амстердамская студия сумеет это передать, учитывая еще и отсутствие русской озвучки. События игры в России без русского языка, это конечно сильно и об этом не пошутил уже только ленивый. Но шутки шутками, а по атмосфере это ударит определенно. Ну и как я уже упоминал ранее, с раскруткой игры тоже не все слава богу. У Vertigo задача в этом плане сложная, им необходимо привлечь как новых игроков, так и аккумулировать старых. Показать и теми другим, что вот она та самая игра, ради которой можно раскошелиться на VR шлем. А с этим пока что так себе. Недавно у себя в сообществе я проводил опрос среди своей аудитории, будут ли они покупать VR ради этой игры и результаты на ваших глазах. А ведь это самое что ни на есть кора аудитория серия, как говорится думайте. Поэтому ждем еще больше информации по проекту и ждем также новые инфы по основной ветке от 4A. Кажется мне, что в самое ближайшее время что-то будет. Ну а на этом данный видеоролик подходит к концу. Пишите в комментариях свои мысли и в целом ждете ли вы Awakening. Ну и разумеется подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости и переходите в мою телегу. В контексте недавней тряски с замедлением ютуба и его дальнейшей блокировкой лишним явно не будет. В случае чего будем поддерживать связь там. Ну а с вами был Рек, скоро услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok